итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудр и как видите я уже сейчас в домашней обстановке немножко расслаблен уже вот как и говорил привелся на ближайший вид более или менее аккуратный вот ну и давайте немножко поговорим разговор наш наверное наше общение разделим на две части первой части все-таки закончу рассказ своих походах на своих странствиях ну и во второй части поговорим о наших видео на наших видосиках общем об творчестве вот ну что сказать прибыл я домой вообще-то уже четыре дня назад ну и за это время успел тут немножечко пошухерить но об этом позже во второй части нашего общения вот а собственно говоря после того как мы в сингапур съездили еще немножко по курилам пошарахались ну и после этого пришли во владивосток собственно вопросы были непосредственно о том зачем мы ходили в сингапур в сингапур мы ходили за трубами для газпрома которые в россии не выпускаются то есть почему мы собственно говоря туда и поперлись потому что в россии эти трубы не выпускаются но сейчас идут какие-то переговоры пристрелки то есть обговариваются детали с уральским нашим регионом это магнитогорске челябинск то есть наши такие мощные промышленные центры вот кто не знает я сам оттуда урожденный был челябинске вот поэтому меня не может не радовать если все это дело завертится то в принципе ну как минимум появятся новые рабочие места ребята вот так что те кто с урала можете попереживать и если все удастся то все будет четко вот ну а сейчас вот пока возможности нету и приходится в такие дальние дали ездить практически другую галактику за этими самыми трубами кстати говоря трубы эти выглядят вот так не зря я говорил что у нас ракетный крейсер вот собственно практически ракеты и возили вот что касается самого непосредственно сингапура то по ходить по нему не удалось то есть нам документы не выдали на руки и территорию порта мы не имели права покидать единственное что удалось это немножечко побегать по причалу под тропическим ливнем ну потому что мы если честно ему так радовали жара настолько страшная стояла в сингапуре что ну практически не ели только пили 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 там не знаю по два литра в день выпивали жидкости как это положено наверное все пять литров и кошмар что было и поэтому когда пошел дождь настоящий ливень тропический просто стеной такое впечатление что как будто с ведра нас кто-то сверху поливал ну все просто выжили под дождь и там плясали какие-то индейцы как будто да бог вот послал нам что-то такое чего мы ждали там много-много месяцев вот и дождь действительно был как нельзя кстати радовались как дети вот поэтому сингапур вот у меня впечатление только с рейда я его видел видел как раз центр сингапура вот тот район где кто в курсе вот где как раз происходит гран-при формулы-1 видел вот эти вот три небоскреба их знаменитые свечки эти и на которых сверху еще лежит можно сказать третий до небоскреб видит такой виде корабля что ли такая смотровая площадка очень интересная вот и частенько в трансляциях гран-при вот показывает именно эту крышу там бассейн такой видимо вип район там бассейн гламурные какие-то девчоночки в бассейне плещутся с гламурными же мальчиками вот и колесо обозрения вот это вот здоровенное является самым большим в мире видел и даже сфотографировал и вот кстати сейчас вы это наблюдаете вот в центре фотографии можете наблюдать эти самые три небоскреба и немножко правее вот оно колесо видите какое здоровое оно практически дотягивается до уровня небоскребов то есть высоченное конечно колесище это вот ну выглядит конечно все прикольно качество фотографии не очень потому что ну те кто шарит фотографии поймут да что при фотографии при фотографировании в темное время суток затвор открывается на долгое время и желательно чтобы в это время когда затвор открыт фотоаппарат не шевелился вообще а так как я находился в этот момент на пароходе его самого качает да плюс руки немножко все-таки дорожат поэтому удается сфотать даже если вы было бы тренога все равно не получилось фотографировать хорошо за счет того что судно немножечко ходит туда-сюда вот это вот что касается сингапура остальные порты в которых мы были япония на нау вот были единственное где получилось немножечко походить и там мы были еще зимой точнее в начале марта весна там был снег пурга погода мало чем отличается от нашей тоже и впечатлений в общем-то немного городок небольшой единственное что меня как бы поразило и не мог привыкнуть это к левостороннему их движению то есть постоянно казалось что что-то не так ребята что-то вы не то делаете там понял что они ездят задом наперед ну смысле не по той стороне улицы вот и это как-то выбивало из колеи а так что обычный большой городок небоскребов там никаких нету вот денег тоже особо не было поэтому даже блин не удалось никаких сувениров привести что тоже конечно печали потом были в руной и руной и на нау нау это южный остров вот и там уже была зелень в том же марте начале все зелено было но там походить не удалось вот что еще потом были вкусами но единственно где вкусами удалось тоже по городу там походить фотки тоже я заходите на страницу вконтакте я выложу в принципе можете кому интересно посмотреть и выложите фотографии где все таки удалось погулять ну и морские непосредственно фотки выложу там тоже есть неплохие виды вот ну вот это что касается путешествий так скажем сейчас вот буквально неделю назад были еще на курилах тоже естественно это уже после сингапура была охотка по курилам там тоже интересно сейчас погода то есть на сопках на горах еще лежит снег и зелени еще нету то есть так трава зеленая деревья еще в принципе головы стоят а на сопках снег интересное тоже такое сочетание прикольная практически до самого конца ходили в зимних куртках еще то есть широка страна моя родная вот действительно много временных временных климатических зон мы временных тоже вот так что интересно во владе конечно пришли а тут уже ну прям лето полное все зелено тепло хотя когда швартовались был ливень такой мощный и все равно было тепло пути и трюганище страшный ураганный ветер был и дождь лил а все равно было тепло по крайней мере по сравнению с тем откуда мы пришли вот ну сейчас я вернулся все путешествие окончено наконец-то я дома ну и давайте потихоньку перейдем к второй части так непосредственно моей деятельности на канале вот как я уже сказал за эти четыре дня что я дома я время не зря не терял и успел прикупить вот tv-тюнер себе как и хотел hd-тюнер цифровой поддерживает full hd разрешения я его еще не распаковывал я отдельный видосик еще запилю прям скором-скором времени короче сделаю анбоксинг распаковку вот так что совсем не испортился вот блоги стал эти пилить сейчас еще анбоксинг сделал вообще превращаюсь в обычную в обычного ютубовского такого блогера вот совсем от себя этого не ожидал если честно что поделать вот и также короче перешел на другой тариф интернета вот теперь у меня скорость до 10 мегабит давит ну это максимально вообще возможно вот именно в нашем городе сейчас на данный момент скорость не еще через этим тарифом 42 канала я сказал что мне нафиг не нужно это все дело но мне сказали что хотя парень одеваться некуда хошь не хошь вот будут тебя теперь 42 телевизионных канала ну да и ладно я ими все равно не пользуюсь в скором времени попробую что-нибудь наверно с третьей сонки запилить ну так в тестовом по крайней мере пробном сейчас режиме запилю наверно в режиме телемоста вот прохождение ничего не буду делать никаких обзоров на третьей сонки пока вот включу может тоже гран туризма или не знаю резидент побегом короче ждите вот ну и продолжу у нас не окончено с вами гран туризма 3 вот надо завершать начатое да и там в общем первым делом хвосты надо подтянуть то есть колин макрей осталось последнюю серию запилить в рейсе когда был я ее кстати добил там великобритания нам осталось я стал таки чемпионом мира по ралли вот но все это как бы вне поля зрения телекамер поэтому надо как бы подтверждение выкладывать тоже в скором времени все это сделаю вот ну и надо добивать лицензию опять же в рейсе я заработал nissan nismo 400r долго мучился ну потому что времени достаточно мало и с перерывами тоже ездил но все-таки добил вот так что покатался на низм очки ладно об этом тоже потом когда непосредственно видос делу обкатку тоже произведу этой низм вот ну и наверное вообще отдельным видосом как-то сделаю все вот эти вот машины которые в лицензиях мы получили за золото ну как-то покатаемся на них и какой-то небольшой такой обзор мнение на них что ли сделаю все-таки машины эксклюзивные насчет формулы 1 до были мысли но пока наверно пока пока откладывается ну что там базилио что-то немножко как-то заднюю передачу включил вот да и времени у него сейчас нету в общем надо с ним еще поговорить на этот счет вот уговорить его так что такие дела а вот кстати видите в какой я кепке сижу ближе покажу вам это фирменная наша кепка вот тут прим ринг написано нейчерал пауэр вот официальный логотип такой виде стилизованный тигр вот ну это не в качестве рекламы мне за это деньги не платят просто на добровольных началах вот это такой мерчендайз у нас продается когда на дрифт ездил вот прикупил себе такую кепочку мне нравится сочетание цветов прикольно оранжевый черный нормально вот ну это официальные цвета как бы нашего автодрома приморского вот ну что ребята наверно на этом все давайте закругляться в общем я пришел я здесь ждите в скором времени еще видосики как искал анбоксинг прохождение будем добивать но дальше посмотрим ну ладно теперь все на этом с вами был скудер скудер вернулся скудер из бэк и подписывайтесь подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте заходите туда выложу скоро фотографии посмотрите все ссылки внизу под этим видео ну все всем пока пока увидимся в скором времени следующих видео